Сейчас пол шестого утра. Сукропы. Здесь просто с ужасным освещением, чтобы просто засвидетельствовать этот момент. Вот позади меня коробка. Я еду на Wildberries. Вот в такой вот ране. И я потом буду смотреть на это и вспоминать. Это будет, я думаю, что интересное воспоминание для меня. Да, я выкладываю закладки. Я думаю, что вы это уже видели. В телеге 100% об этом уже писала, потому что это видео выходит 100% намного позже, чем то, что было в телеге. Поэтому, да, вы уже об этом знаете, да? Это закладочки. Это закладочки. Зачем-то я сделала себе чистку, теперь у меня по лицу как будто трактор проехался просто. Хорошее решение. Короче, решила немножко рассказать про закладки все-таки. Как вообще это пришло? Очень спонтанно. Я в какой-то момент представила себе, как выглядит профиль в Инстаграме эстетично и подумала, что нет. А почему нет? Почему бы этим не заняться и это не сделать? И я взяла и сделала, собственно. Я получила результат немножко другой, нежели тот, на который я рассчитывала, но я его получила. Учитывая нюансы и имея в виду другой результат, я получу его уже, наверное, в следующий раз. Главное четко сформулировать, чего я хочу от полученного. В итоге сейчас у меня вот такой вот наборчик с закладками. Внутри 5 штук. Печатались они на призма-фетр. Правда, плотность бумаги не очень, поэтому они несколько тонкие. Это тот факт, который я хочу регулировать, скажем так, в последующей печати. Он интересен по фактуре, очень приятен на ощупь, но, опять же, плотность не очень подходящая, как мне показалось. Все надписи, кстати, представлены на языке эсперанто. Это международный язык, который был создан, по-моему, в 90-х годах, то есть совсем недавно. Он был создан для того, чтобы как бы объединить языки мира, объединить людей этим языком и сделать что-то наподобие. Но я так думаю, что это глобальная некая миссия создать единый, опять же, язык для всех, поэтому он был создан совсем недавно. И не то, чтобы он сильно отличается от каких-то известных нам языков. Андрея Дель Сарта. Это вот такой эскиз, который очень прикольно встроился. Вот такая вот история. Уже планирую кое-что невероятно интересное. Мне очень нравится, как это выглядит. И я планирую расширять именно ассортимент, наверное, того, на чем можно печатать. Потому что, опять же, этот ассортимент обширен, реально. Просто вопрос в том, как это воплотить. Потому что, создавая дизайн самостоятельно, ты всегда рискуешь не попасть в какой-то масштаб определенный. Если это, например, футболка, то обычно, ну, стандартно, если вы где-нибудь в магазине печатаете, вам предлагают напечатать на таком маленьком квадратике, который расположен как бы по центру футболки. А я хочу немножко выходить за эти рамки. У меня несколько другое видение того, как это может быть представлено. Я вот просто думаю, как это мне воплотить с точки зрения дизайна, так, чтобы это правильно распечатать на каком-то элементе, предположим. Короче, ну, планирую, да, это расширять. Элита — это либра комфорта. Элита — это как бы сокращенный вариант. Возьмем мы с вами читать. Клитам Нестру. Вот такая у нее крутая обложка под супером. Это опять вот эта вся история с мифами. Видимо, с каким-то переначиванием их. Мне в последнее время такое очень полюбилось, поэтому я решила, что мне это необходимо прочитать. Вау! Вау! Это будет сложно. И там какая-то еще схема дальше. Понял. Ладно. Вау! Ладно, ладно, ладно! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давайте я вам покажу, что в итоге купила Пластинка Dire Straits Мне мама порекомендовала взять именно их пластинку Я не знаю, зачем я взяла это именно на выставке Потому что я это спокойно, в принципе, могла бы заказать Но это была вот чисто спонтанная покупка Пусть будет мне подаркать себя на Новый год Предположим И несколько книжек Всего две Потому что цены в основном были больше Чем я могла бы заказать Короче, Лори Мур Птицы Америки Эту книжку я откладывала когда-то давно на Озоне Но она достаточно быстро пропала Потому что, видимо, обложка привлекательная И очень многие делают ставку на этого автора и на эти книжки И я решила, что раз уж я ее заметила То мне надо ее взять Это вот сборник рассказов Каждый из них как-то связан с темой птиц Мне очень интересно, как это воплотиться Мне порекомендовали там Принек очень приятный И порекомендовал именно вот эту книжку Нежели самостоятельный роман Лори Мур Поэтому она у меня сейчас есть И вторая Мне, кстати, еще дали такую потрясающую открыточку Ну просто блеск, выгляньте Прелестная И в ожидании Роберта Каппы за 100 рублей Распродавался тираж И некоторые книжки, которые как раз в состав Вот этого распродающегося тиража вошли Продавались буквально за 100 рублей Они абсолютно новые То есть никаких дефектов у них нет Мне эта тема интересна Интересна эта книжка Поэтому я решила, что почему бы и нет Книжка, на самом деле, вообще ни разу Не с новогодней атмосферой Какой-нибудь, скорее даже наоборот Она с такой очень летней Какой-то морской даже И не вовремя я, видимо, начала ее читать Не в то время года Я прочитала 158 страниц Но это чуть меньше половины, получается На 16 главе остановилась И это вот реально ритейлинг Легенд Всяких мифов древнегреческих И мне это очень нравится Потому что в последнее время Что-то я ушла вообще в эту степь В древнюю Грецию Вообще в мифы и так далее И мне очень нравится, как они находят воплощение В современной художественной литературе То есть ты можешь не знать каких-то мифов Легенд и так далее Просто прочитать историю Которая тебе очень понравится Именно с художественной стороны И потом уже начать копать дальше И узнавать других персонажей Например, которые окружали Того нашего основного Который был вот в какой-нибудь истории Ну и плюс, если брать Всякие там легенды, мифы и так далее То это, как правило, что-то такое хрестоматийное Это какие-то энциклопедии Это очень много информации Здесь у нас получается акцент На конкретных персонажах И мы потом просто расширяем Как бы круги общения Или, например, читаем другие книжки Уже про других персонажей Так или иначе Все равно они где-то пересекаются И очень прикольно находить Вот эти отсылки на людей О которых ты уже знаешь теперь И о которых раньше вообще Не было никакого представления И ты понимаешь их историю тоже И здорово, что каждый из них Получается по-новому раскрывается То есть, когда ты читаешь Просто какую-то легенду То там, естественно, нет Такого пространства для маневра И у тебя нет такого Большого количества возможностей Узнать там Ну, представить себе Какую-то подноготную Определенных персонажей Ты просто Как бы читаешь какую-то историю Не особо вдаваясь в подробности И просто Похоже на какое-то уравнение Просто ряд имен, предположим Которые как-то связывались Воедино Из-за какого-то события А здесь Ты прямо копаешь вглубь Ты узнаешь детство, там, отрочество, юность А потом, возможно, старость Если она представлена И это все равно Какую-то картину Очень прикольную В себе несет Есть минус у этой книжки Про саму Калит и Мнестр Мы поговорим чуть позже Мне не очень нравится язык Вернее, не то, что не нравится Возможно, я просто не привыкла Еще и мне нужно время Потому что он такой Ну, как будто журналистский немного То есть, такой суховатый Не хватает каких-то видеватостей Каких-то красивостей текста Вот этого всего То есть, здесь очень сюжетно Все четко То есть, одно событие Другое событие Третье событие Там, такой ты персонаж Такой ты персонаж То есть, у тебя есть Описание персонажа И его характера И как он в действии В каком-то замешан Но нет вот этой красивости Которой мне не хватает Сейчас Но я думаю, что я привыкну К этому языку И это просто вот сейчас В моменте оно ощущается так И будет намного-намного лучше Я думаю Но если говорить про саму Калит и Мнестру Я, кстати, про нее не слышала вообще И мне кажется, очень здорово Что книжки выходят Про тех персонажей Про которых мы обычно Ну, не часто слышим Церцея то же самое взять Ну, кто знает Про этого представителя Греческой мифологии Да мало кто на самом деле И это очень круто Что есть возможность Узнать чуть больше Про Патрокла Тоже мало кто знает Про Ахилла знают А вот про Патрокла не очень И здорово, что песня Ахилла Раскрывает жизнь Патрокла И в большей степени даже ее Короче, опять я отхожу в сторону От дела Калит и Мнестра Короче, смотрите Есть у нас Спарта Есть трое На момент начала книги Вот этой У нас есть только Спарта Такая сильная Уравновешенная А трое Она только начинает развиваться И на нее пока смотрят Как на такого подростка И не особо возлагает Каких-то надежд Потом уже трое Начинает крепнуть И понимают Спартанцы в том числе Что она начинает Представлять опасность И возможно Пойдет на них уже С походом Потому что развилась Там достигла Какого-то могущества И может их уничтожить В какой-то момент И их это настораживает И возможно Они будут предпринимать Какие-то действия Так как я не читала легенд Я не знаю Что будет Но про трое И про ее падение Я думаю Слышали все Поэтому явно Там какая-то замута Будет в конце концов Короче У нас есть царь Спарты Тиндерей Он женат на леди У них четверо детей Причем насчет двоих Ходят легенды От Тиндерей Или они на самом деле Или от Зевса Хотя в книжке Вот эта легенда Ходит только насчет Одного из детей Это девочка Про второго Речи нет То есть это такое видение Автора Наверное Ее переначивание Двое детей И родных Сту процентов Это Клитомнестр и Кастер Как раз Клитомнестр Это та самая Которая нас и будет интересовать И которая потом будет царицей Как я уже вскользь прочитала Короче Возлагают на нее Большие надежды Мы в том числе Как читатели И неродные Вот насчет которых Как раз ходят слухи Это Елена Та самая прекрасная И за красотой Которой слагают легенды И за красотой Которой охотятся Многие мужи Даже когда она еще Не достигла определенного возраста Который годится В принципе для замужества Уже огромное количество людей Сватались Пытались Как бы встать в очередь Намекнуть о своем существовании О том Что они хотели бы потом Быть к ней поближе И Заметь очень приятные Политические связи В том числе Помимо какого-то Красивого трофея Рядом с собой И еще сын Придевк Вот тоже насчет него Непонятно То ли он от Девса То ли нет Но в книжке Про это ничего не сказано Как будто бы он просто Их родной ребенок Итого Получается что у нас Калитомиестра Дочка царя Спарта Это возлагает на нее Определенные обязательства И ведет к определенным испытаниям Книжка начинается Как раз с детства Калитомиестра Ну такого Уже ближе к подростковому возрасту Но тем не менее И мы понимаем Что спартанские девочки Растут в не менее жестоких условиях Чем спартанские мальчики И на них тоже возлагают Большие надежды В том числе На поле боя Или Ну как минимум От них ждут Что они будут защищать Самих себя И смогут в принципе Постоять за себя Что необычно Для всех остальных Царств Того времени Потому что обычно Девочек там не воспитывали В таком же ключе Их считали изначально Хранительницами очага Или просто там Спутницей для своего Мужа воителя Но никак не Саму воительницу Ее воспитывали А эти девушки Они очень хорошо развиты Физически Они могут участвовать в бою Они способны Поставить за себя Опять же Их этому обучают С самого детства И это не всегда Приятные условия Потому что они проходят Огромное количество испытаний И здесь мы смотрим За Калитомиестра Как раз на поле боя Вот будучи подростком И потом понимаем Что Елена Ее сестра Которая она очень привязана Она таковой не является На самом деле И Елена Ну по сути Кроме своей красоты Несет в себе мало чего У нее не очень много Какого-то Какой-то политической Смыкалки и ума Она не очень любит И может манипулировать И в принципе Знания о чем-либо У нее достаточно мало Как и жизненного опыта Но есть красота Которая ведет ее Как будто по жизни Но опять же Есть еще одно но Это те Насмешки Которым она подвергается Из-за того Что Вот непонятно Его происхождение Ходят слухи Ну и в книжке Это тоже достаточно Так жестко Наверное описано Становится понятно Что девочке Не очень прикольно В гимнасии Тут именно не гимназия А гимназица Гимнасия Это видимо Такое военный Типа как школа С военным уклоном Наверное В общем мы смотрим За детством ее братьев Ее отца матери Получаем какое-то Представление Об их портретах тоже Но тут важно отметить Что это тоже В основном Из-за вашего Собственного воображения Нежели вам автор Как-то раскрывает Эту информацию Очень красиво Скорее То есть вы просто Сами начинаете Додумывать Имеет какой-то Жизненный опыт И представлять себе Определенную картину Но не автор Вам с помощью языка Или каких-то ощущений Или описания ситуации Вам Вас к этому Как бы Подталкивает То есть опять же В сторону языка Такая небольшая зарубочка Ну Возможно я привыкну Вот и дальше Начинается Очень быстрая Очень быстрая Сменяемость Всяких событий Одно за другим И я думаю А когда же Все это закончится И чем это может Закончиться Потому что Ну как будто Самые такие Верхние пики Эмоции Мы уже достигли И что же будет дальше Неужели мы пойдем на спад Или нас автор будет держать Вот в этом пике постоянно Но при этом Книжка не то чтобы Читается прям в захлеб То есть да Она читается очень легко Особенно из-за своего языка Очень такого простого Но иногда Ты как будто Получаешь перенасыщение От вот этих событий От их огромного количества И тебе хочется Просто сбавить обороты Чуть-чуть И отдохнуть От чтения То есть достаточно Много событий На квадратный метр Получается И тебе нужно просто отдохнуть Вот Посмотрим что там дальше Будет интересного Я не знаю Можно ли вам спойлерить То что тут будет происходить Потому что Ну по сути это и так легенда То есть это вроде как Должно фигурировать где-то И вы это можете и так узнать Это не то что В книжке только было создано Но с другой стороны Если вы не знаете легенду То вам может быть Будет интереснее Вот именно так Познакомиться с историей То есть как в первый раз Как просто с какой-то Художественной штукой Ну короче посмотрим По обстоятельствам Я уберу с собой в Дагестан Я думаю что там У меня возможности Не будет ее читать Сто процентов Вот прям В отпуске Как бы в нахождении там Но в самолете Туда и обратно Время в полете От 2.30 до 2.50 Возможно и трех часов Поэтому я думаю За это время Я смогу Так прям прилично Книжку надкусить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот и я А вот и мы Привет А вот и мы А вот и я Очень хочу распаковать Снежанину посылку У нас Снежана Это классика Просто получать посылки Новогодние Еще где-нибудь там В ноябре А вообще можно И в октябре И сразу их там Распаковывать И как бы У тебя уже есть Какой-то задел Запал И ты готов К Новому году С полной Вот Со спокойной Совершенной душой У меня тут Новогодний джемпер Так как в свитере Очень жарко дома сидеть Я решила Что это будет Ненький компромисс Короче Посылка тут Прям огромная Но у нас в принципе Со Снежаниной По другому не бывает Это у нас Стандартная коробка Считается Приступим Нечто Отдельно Лежащее Не в пакете Почему это Лежит отдельно Так Набор Для зимнего Вышивания Часть 1 Из меня вышивальщик Конечно Такой себе Что-то может быть Внутри Если там есть Инструкция То в принципе Нормально Выживание Я уже Спугалась Я уже Представила себя Вяжущей что-то Я думаю Ну все А нет Это прекрасно Фруктовый чай Глинтвейн Это шедеврально Это шикарно У меня еще не закончился С прошлого года Который мне Ксюшу присылала Так что И не закончится Получается Так Зимние носочки Та-дам Здесь закладочки Здесь очень прикольные Закладочки Это про меня Это про меня Как оглохнуть Это про меня Еще там и кофейный Вот это Кофейный след Тоже Это про меня Ага Это про меня Хотя нет Шучу Кто это у нас тут Так Приступим к пакету Это свечка Апельсин и корица Ну все Да Это оно Это оно Для любителя Странной и умной литературы От букинистов В ЕКБ Это что-то Что Снежана Видимо нашла Из моих хотелок Но не тех Которые я присылала А те Которые у меня На лайфлибиев Хочу прочитать Там очень много Странной литературы Действительно Которую мало Где можно найти Вот кроме как у букинистов Пожалуй что нигде И видимо Снежана нашла Вообще У нее талант Тоже наверное Как у меня Своего рода А что это Так начнем с того Что здесь внутри Лежат Супер полезные вещи Которые всегда используются Вообще Просто всегда Абсолютно Снежана Респект и уважуха за это Потому что Это вот прям нужная вещь А что это за книжка Курение мака Грэм Джойс Так Неужели у меня это было отложено Бескомпромиссным Галлюцинаторно Ярком романе Джойс рассказывает Историю английского электрика Внужденного выступить Смертельный схват За жизнь и душу Своей дочери С тайландскими Наркоборонами С самим Бухином Звучит как Что-то Что мне хочется читать Прямо сейчас Я без понятия Было ли это у меня отложено Я это проверю Но это Мне хочется читать Прямо сейчас Вот такая вот Кстати обложка Такая крутая обложка Ну знаете Так я точно Ничего не угадаю Ааа Блин да Да вот это была Моя хотелка Если бы не ты То бы и не я Лена по-моему Рассказывала про эту книжку И говорила Что она очень крутая В плане того Что это про любовь Но при этом Не слащавая какая-то история А очень такая Трушная Выводящая на эмоции Какие-то По-моему тут Женщина Которая пережила Смерть супруга И вот она пишет книжку Посвященную Как бы их отношениям И это какая-то Такое Какое-то переосмысление Очень приятная Вроде бы история Должна быть Кто если не я Не знаю Да И я узнала Что это правда Питер Хёг Смила ее чувство снега Да Снежана вообще Пропагандирует Хёга И эту книжку в особенности И про эту книжку Еще и девчонки Тут у Гелс говорили И в очень таких Прекрасных тонах И эта книжка была у меня В хотелках Вот они Которые я прислала Снежане Это очень крутая книжка Должна быть Класс Что-то на древнем Риме Точнее Не очень древнем Ариатна Нет Это Элоди Харпер Дом волчиц Про эту книжку Рассказывала Соня Тоже очень интересно И причем Она в очень атмосферном месте Рассказывала о ней И поэтому Меня эта книжка заинтересовала И да Я решила Что я ее хочу Вот почему она здесь Во-первых Обложка матовая Кстати С такими вот Вставочками Глянцевыми Я люблю просто Любое переиначивание мифов Или то Как это играет В произведениях художественных Совсем в другом ключе Несмотря на то Что я их совсем не знаю Но мне интересно То как они воплощаются Все равно Любителю автофикшена Из букинистического Слушайте Это такие дремучие книжки Видимо Что даже я не помню Как их откладывала И что это вообще Сири хуствит За гранью нервного срыва Возможно Снежана это от себя Конечно Мне предложила Не знаю Но если это автофикшен Да То это про меня Сто процентов Потому что я его люблю Что-то на греческом Ну ариадна теперь Ариадна Вроде как говорят Что Говорят Что это чуть похуже Чем Мадлен Миллер Но я все равно Буду надеяться Короче Прям существенная Такая стопка У меня тут набралась Прекрасных книг Ну вот Слушайте Вот курение мака Заинтересовало меня Больше всего Снежана Самым выдающимся Во всем отпуске Была конечно же Поездка в Дагестан И в первый же день После заселения В гостиницу Мы посетили Бархан Сархум Это крупнейший Бархан в Евразии И здесь снимали Мелое солнце пустыни На видео сейчас Вы видите уже Второй день Очень много котиков Как и всегда Везде Вообще Решение поехать В Дагестан Было можно сказать Спонтанным И это было действительно Интересно И поэтому я Особо долго Не раздумывала Поехала одна И особо об этом Не жалею Потому что я Очень комфортно И даже весело Провела время Я воспользовалась Услугами туристической Компании Фирмы Как это можно назвать Я даже не знаю Минимальное количество Человек в такое путешествие Составляет два И нас набралось Четыре Что в принципе Достаточно мало Наверное Потому что Крупа-то у нас Состоялось Целых 16 Нас с девочкой Заселили вместе И на другую пару Заселили в отдельный номер Соответственно Можно заселиться В одиночестве Если ты этого хочешь Но за дополнительную плату Так как у меня Не было такой необходимости И в номере мы Практически Времени не проводили То есть Только спали там И просыпались утром Соответственно То есть Потребностей В каком-то одиночестве На этот период времени Особо не было Вообще ребята говорят Что лучше посещать Это место летом Потому что Естественно Все зелено Очень красиво Но мне понравилось И так Я бы не сказала Что я себя в этом потеряла Потому что Места достаточно Организованные В плане комфорта Для передвижения Там очень много кофеем Я это описала В принципе в телеге тоже Но при этом Народа еще Не достаточно много То есть У тебя есть возможность Комфортно погулять По тем местам Которые раньше Были бы просто Огромной толпе туристов Как вернее Местные их называют гостей В первый день этого тура Мы ночевали в Махачкале И на следующее утро Рано уехали Путешествовать по горам Соответственно И в горах Уже далее базировались Базировались мы В селе Большой Гацадль Где для нас Был предоставлен гостевой дом С достаточно приятными Комфортными условиями Там были просто Потрясающие люди Это я буду говорить Мне кажется Еще много Много раз Всем Причем даже если Меня об этом не спрашивали Просто потому что Меня не перестает удивлять Человеческая доброта Там где Ты ее не ожидаешь совершенно Ты уезжаешь дальше в горы И чем дальше Ты от цивилизации Тем добрее Как будто бы люди Замечать Ну Там водомишка Какой-нибудь И вообще Невероятно На видео Вы можете наблюдать Городах спутись Даже если ты едешь С таксистом Как было в моем случае И он закладывает Какую-то предельную сумму На эту поездку В конце он может сказать Если тебе не хватит На что-то Я могу тебе Вернуть В какую-то часть Комс are you А здесь Невероятно Таня Извечения В холодильнике Я буду А здесь Я буду Вернуть Субтитры сделал DimaTorzok Вы можете посмотреть, как мы делали шашлыки, как раз в день рождения девочки, с которой я жила. Все участвовали активно в тостах, в празднованиях, потом нас учили танцевать лесгинку. Ну, как мне кажется, в принципе, достаточно успешно. Шашлыки были просто потрясающие. И делали мы все это вот в такой обстановке. И хозяева этого гостевого дома любезно предоставили нам пространство для того, чтобы праздновать. Хотя по местным традициям, обычаям и порядкам запрещено употреблять алкоголь, в принципе. И тем более танцевать, включать музыку. Ну, то есть в особенные моменты, когда это не предусмотрено. То есть это не свадьба, не празднество. Но, тем не менее, нам это пространство дали. И где-то даже участвовали. Опять же, помогая нам, например, в лесгинке, в освоении ее. Вернее, в попытках это как-то сделать. Из-за его гостевого дома смекали торт, свечи, на котором как раз сидит моя соседка. С нами путешествовало два человека. Водитель, который мы звали Шарап, и, собственно, сам Мегипр, который был для нас проводником в мир истории, традиций, культуры, которого звали Магомед. Когда-то он был в главой администрации села Сократль, в котором мы очень много времени в детстве проводили. Там был его родной аулу, и он проводил нас по местам своей молодости, своего детства. Отводные места уже совершенно, к сожалению, заброшенные. Нанял машину для того, чтобы мы смогли добраться до верха Сократля и посмотреть на простирающиеся снизу потрясающие горы. И сверху мы шли в сторону древнего аула призрака Гамсутля. Обычно в Гамсутль идут снизу вверх, или на лошадях, или пешком, но мы спускались сверху. Спуск был достаточно сложным, как минимум, потому что дорога была скользкая, и это грозило нам обвалом вниз. Но мы все-таки сделали это, мы дошли. Хотя у нас под конец ужасно болели ноги, попы, спины, поясницы. В общем, болело абсолютно все, что только возможно. Но никто из нас не пожалел, потому что если бы мы пошли снизу, во-первых, у нас бы болело все намного больше 100%. Во-вторых, мы бы не увидели той красоты, которая нас застигла врасплох буквально на самом верху, потому что это был самый невероятный, наверное, пейзаж, который я видела за свою жизнь. Мы идем вот туда. Знаем, Diebris. КОНЕЦ Меня удивляет, откуда вокруг берутся котики, даже, казалось бы, в тех местах, где их совершенно быть не должно, где вообще-то нет людей. Вот, например, древний аул призрака Псутль, откуда там кошка. На этой меройке я представляю, что я птичка, улетаю далеко-далеко в горы. Ну и провожали нас падальщики, как бы прискорбно это не звучало, но, тем не менее, мы смогли попить напоследок кофе в дорогу и отправиться кто куда. Ну, короче, так как у меня отсутствует новогоднее настроение, возможно, потому что я читаю совершенно не зимние книжки, я решила хотя бы свитером себе его как-то поднять, если это возможно. И, видимо, с наступлением зимы я буду все чаще снимать с искусственным освещением. Короче, у меня появилась книжка, просто какой-то кладезь памяти. Я вам покажу. Ну, давайте вместе смотреть. Билетик на барханы. Это первый день поездки. Так, у меня есть Салатинский водопад. На этом водопаде я не была. Мне не посчастливилось это сделать, но открыточка у меня есть. Нам подарили в гостевом доме, в котором мы жили в горах. Посадочный талон туда. Кресло 6С у меня было. Посадочный талон обратно. Здесь я уже багажик сдала. 24А у меня кресло было. Такая вот открыточка от турфирмы, с которой я путешествовала. Хотя это не назвать турфирмой, это... Как это назвать? Туристический клуб. Вот, спасибо, что сказали. Короче, для меня это вот... Я еще думала, оставить ли мне эту книжку у себя или не оставить. Но когда она обросла вот таким количеством воспоминаний, получается, я уже избавиться от нее точно не могу. Потому что вот в ней прям кладезь. Если я переложу вот все это в другую книжку, ну что это будет за память, правильно? Я поэтому должна ее оставить. Все-таки финально она мне понравилась. Я ей поставила 4,5. Голос мой покидает меня почему-то. Хотя думала в процессе, что поставлю меньше оценку на самом деле. Потому что, опять же, язык, он меня частенько смущал. Или, вернее, не то, что смущал, просто мне не доставало, опять же, вот этой витеватости, какой-то красивости. Хотела больше финтиплюшек, текстов, каких-то ухищрений. Но этого ничего не было. Это был просто такой какой-то массив данных, массив событий, которые сменялись постоянно одно другим. И там одна смерть – бац, другая смерть – бац, третья смерть – бац. Ты думаешь, ну, то есть в обычной художественной книжке так не принято, так не делают. От этого еще интереснее, как бы, и ты как будто читаешь что-то совершенно для тебя необычное, что ты раньше вообще вот к чему не прикасался никогда. Потому что, ну, опять же, да, для обычной книжки, для обычного романа такое количество смертей окружающих нашего главного героя, они не приняты. Потому что обычно там есть какая-то такая главная трагедия, условно, которая меняет жизнь человека. Или там, если это много трагедий, но они как бы были в прошлом, а сейчас он пытается справиться. А здесь у нас, получается, все происходит постоянно в режиме реального времени, просто потому что это легенда. И в этом, наверное, особенность как раз таких книжек, потому что они нас не сильно втягивают в жизни персонажей, получается. Мы к ним не сильно прикипаем, потому что мы держимся как будто на дистанции как раз вот этого мифа и легенда. Опять же, за счет, в основном, не очень как бы заставляющего проникнуть в историю языка. И плюс за счет большого количества событий, опять же, и героев, которые окружают нашего главного героя в том числе. Но все равно какое-то количество симпатии мы к персонажу испытываем. И какую-то долю сочувствия, когда он теряет каждого из тех, кого теряет, мы испытываем. А где-то и не долю, потому что местами я чуть ли не слезу пустила. Но это потому что, наверное, я становлюсь какой-то сентиментальной уже все-таки возрастом. То есть вот необычная сама эта форма. К ней нужно время, чтобы привыкнуть. Если говорить про саму историю, то, опять же, это какой-то трэш. Если брать вот именно рассматривать жизнь нашей главной героиники Литом Нестере, то она очень много смертей пережила, очень много горя. Она очень сильная женщина, которая через многое проходила и прошла, и достигла успеха. Но при этом в ней есть вот эта постоянная жажда мести. Это желание постоянно все изменить, исправить. И пусть взять, но измором. И вот у нее были какие-то свои стратегии, условно, которых она придерживалась, и цели, которым она шла. Но она шла как бы по серой зоне, получается. То есть, с одной стороны, для нее это где-то было хорошо, но для ее детей, например, где-то это было уже плохо. И они воспринимали ту же самую ситуацию совсем иначе, предположим. То есть очень много таких вот двояких ситуаций, когда ты смотришь вроде и с точки зрения персонажей, ты понимаешь, почему он так делает. Но потом ты смотришь на других людей, которые его окружают, и ты понимаешь, что есть, возможно, вещи какие-то, с которыми он мог бы смириться для того, чтобы находиться как бы в максимальном балансе, эмоциональном в том числе, с окружающими людьми. И чтобы все у других людей тоже было стабильно, и не менялось из-за той, предположим, мести, которой пылает героиня. То есть ему, пожалуй, это отсвечивает. Интересно еще, что этот роман больше женский. Не в том плане, что его читают женщины, а в том плане, что он нацелен в основном на женских персонажей, на женские фигуры, на очень сильные женские фигуры. Он больше как раз знакомит нас именно с ними. То есть мужчины, которых мы встречаем, они либо очень плохие, либо они, возможно, хорошие, но тоже там с двойным дном, либо они хорошие, но мы как бы не вдаемся особо в подробности. То есть они есть и есть где-то там на задворках, на периферии, а мы находимся в центре повествования, в котором мужчин как будто бы нет. То есть они окружают, да, они являются подспорьем для совершения каких-то событий, но они не главные здесь. Мы смотрим именно за женскими персонажами, и в каком-то смысле это хорошо, потому что мы видим женскую позицию на определенные там ситуации, и с необычной, наверное, стороны. Поэтому здесь у нас особо не будет проникновения в жизни мужчин, которых мы встречаем. Вот в основном мы будем крутиться как раз вокруг женщин. И я думаю, это имеет место, особенно учитывая, что роман назван в честь Клитомнестры, и учитывая, что она потом стала царицей, и то, чего она добилась в итоге, и то, какими методами, оно, наверное, по-другому нельзя воспринимать этого персонажа. И, возможно, из-за того, что в «Легенде» Клитомнестре уделяется такое уничижительное немножко положение, наверное, из-за этого автора хотела как бы другую точку зрения представить на суд читателя и людей, изучающих, наверное, мифы, легенды, чтобы они подумали немножко о другой стороне, этой героине, и о том, что на самом деле она, возможно, была чуть более значимой, чем нам ее представляли, чем рисовали вот этот образ воображения. Короче, сложно еще что сказать, потому что тут очень много, опять же, событий было. Нам просто ждать вот эти вот серые зоны, в которых мы находимся с главной героиней, с другими персонажами, или там, например, если мы берем ее отца, отца Клитомнестре, царя Спарты, который тоже часто предавал свою семью, в том числе, но для достижения каких-то политических ухищрений, скажем так, для политических манипуляций, для успеха своего царства. То есть насколько он был, насколько негативное действие он совершал, потому что в отношении к семье, естественно, это негативно, но в отношении, например, к его царству это хорошее решение, это умное решение, логически выверенное, которое приведет к как бы заданному результату. И тут вот вопрос просто весов и взвешивания одного с другим. Была ли бы Спарта, например, такой величественной, если бы не вот эти ухищрения, на которые пошел, например, ее отец? Или можно было бы и не развивать так сильно Спарту, а остаться при этом человечным и хорошим отцом? Ну, то есть такие вот вопросы, на которые книжка, опять же, вспомогательно вас наводит, и очень прикольно насчет этого порассуждать. Короче, мне понравилась история, но есть «но» как раз вот в виде этого языка, который, возможно, вас будет держать в такой приличной дистанции, и который вам будет не очень нравиться, возможно, будет даже мешать. Я, в общем, отъела щеки на этой потрясающей пище. Так было сложно уезжать, я так не хотела. Такие люди добрые все. Надо себе сделать какао. Большое вам спасибо, что привели со мной это, наверное, длительное время. Вы скоро увидимся.